Девушки отдыхают Последний населенный пункт И потом в поля, в луга, в грязь Как вы видите, погода не особо Но прогноз погоды радует Так что движемся Как будто попали в другой мир Ну, кстати, та, наверное, машина, да Вон она, машина, что-то там стоит непонятная В другой мир попали Уже снег лежит А буквально 5 минут назад Еще было как бы Осенняя погода А здесь прям уже Зима-зимушка Еще нам ехать, наверное, минут 20 Так что Кстати, животные здесь у нас будут попадаться Не знаю, смогу, успею ли я Заснять живность Их тут очень много И они очень шустрые Зачастую просто успеваешь моргнуть И они уже пробежали Итак, ребята Первое препятствие В которое я заехал А мой друг, камрад, товарищ Виталий Говорит Ты хоть попробуй Я вот здесь вот проедь по травке То есть я, видишь, по грязюке ехал А ты по травке проедь Я хоть для видеосюжета сниму Как ты это будешь делать Нива, блин, ребят Прошла в натяг Прям вообще классненько Мне прям понравилось Здесь вот такая жирная земля Смешанная с глиной Вот такая вот жижа И наклон, в принципе, такой хороший Но Нива все-таки зашла успешно Причем даже два моста не включал Просто на пониженной Так, это у нас восьмерочка Давай-давай-давай Нет, он даже Треть горки не преодолел Походу он здесь и не войдет В общем, Виталий поехал Вокруг по другой дороге И вот Здесь он даже не смог Чуть-чуть забраться Как вы видите Здесь вот Уже начинаются Вот такие вот красные камушки Стекло Вот Керамика Это значит Где-то здесь вот были Уже дома Ну и я могу вам с уверенностью сказать Да Здесь вот дома Вот дом Вот дом Плохо то, что это Уже шурфленая Несколько лет назад И сегодня я вам Буду показывать Как искать эти дома Как шурфить Вот видите Вот дом Но он уже шурфленый И он уже зарос То есть пару лет назад Я видел, что его шурфили Вот Бывает такое, что Иногда приходишь на шурф Он заросший И думаешь, что ты первый Но нет Он уже был В свое время шурфленый Три, а то и пять лет назад Как определить Шурфленый или нет Видите Камрады, кто копает Они всегда Кирпичи стараются Выкидывать за пределы И его видно Потом, когда вы заходите На фундамент Вот, между прочим Хороший был фундамент Шурфанули его Основательно Мне сказали Здесь находки были хорошие И когда вы начинаете Здесь шурфить Стены начинают Обваливаться То есть Уже Шурфленое место Если Фундамент Еще никем не тронутый Не взорванный Земля будет Плотная Ну, вы почувствуете Так что Это как рекомендация Чтобы За кем-то Не бомбить Уже копанное Ладно, сейчас вот Евгения Подождем Потом еще Несколько Камрадов Подписчиков Подъедут Так что Будет сегодня Веселуха Итак, ребят Солнышко поднялось Классно Небо рассосалось Погода Чудесная Наконец-то Добрался Камрад Виталий Вот На своей Автомобиле Все-таки Нашел пути К нашей дислокации Хочу поделиться Информацией Как он любит Свое дело Как он относится Сделал вот такой Разборный щуп Вообще Чудесная вещица Вот такая вот у него Хреновина Ну Молодец Че я скажу Учится Учится И в принципе Достойная Учеба у него Осуществляется Сделал вот такую Лопату Для шурфа Тоже разъемная Вот То есть Разок он со мной Копал У него была маленькая Возраст у него уже Преклонный И ему тяжеловато И он вот такую себе Сделал лопату Молодец Труд конечно Облегчится Единственный недостаток Лезвие Маленькое Ну а в целом В каком плане Маленькое Объясни Ну я умею Видишь Она короткая То есть Здесь всего Ну сколько Как вот 20-25 25 где-то Сантиметров А мой Фискар 37 Вот Так что На шурфах Тяжеловато Будет конечно Ковыряться Он даже Смотрите С собой Сапковую Увозит Отчуметь У него Ласька Это что Под аккумулятор У тебя такой блок Да Хотел Вот видите Это детский Конструктор И он вот Такое себе Сделал Детское Пособие Вот у меня Сломано было Болокотник Он отремонтировал Ага Вот Так что Вот смотри Есть Есть у нас Кулибины 27 27 Ну все равно Маловато Моя Фискар 37 Ну Ничего Ну зато Извини меня Она весом Как О Ну Ните же Не легче Чем мой Фискар Даже весы С собой Возит Это для рыбалки Ага Рыбак Он значит У нас еще Ааа Блядь Так Че у нас Два с половиной Да Два Четыреста На весах У нас Весит Лопата Его Ну че Фискар Я даже сравнивать Не буду Он полегче Будет И поудобней Так что У кого Есть лишние Деньги Конечно У меня денег Вот я сделал Так что Если у кого Есть лишние Деньги Голову Себе Не морочите И купите Просто Фискар С длинной Рукоятью Я вам Сейчас Покажу Именно На шурфах Именно Нужно Вот Такую Лопату Виталий Хочет Замерить Ну давай Замерить 37 Должно Быть 35 36 Это До конца Да Ну и у тебя Тоже до конца Ну а по весу Тоже наверное Че такое Здесь Так Жигулевская И пломба Пломба Тоже Советская Вот Я люблю Пломбочки Где символика Надежда Была Ясно Сейчас у нас Еще один Камрат Должен приехать Вот Оба Подписчики Он взял С собой Еще Зрители Который хочет Поучиться Как работать На шурфах Так что Сегодня Снова Снова Ребята Буду Показывать Объяснять По возможности Как Что Зачем И почему Вот видите Яма Огромная Яма Я такие Ямы Конечно Не шурфлю Но На крайний Случай Можно Конечно И в такое Поковыряться Ладно Щупом Я уже Прощупал Вон там Взорный Чей-то Шурф Я щупом Прошелся Чуть позже Я вам покажу Что Там Еще Половина Можно Поковырять Затем Вот здесь Вот Можно Попробовать Тоже Там Пробные Капки Кто-то Делал Но Видно Чего-то Не понравилось И бросили Так что Наш Сегодня Здесь Вот Добить И вот Здесь Вот Начать Так что Все Мелкие Приготовления И в путь Итак Ребята А вот он Шурф О котором Я вам Говорил Он Хорошо Расковыряли Его Идут Камни По Периметру То есть Здесь Делать Нам Нечего Но По Эту Сторону Смотрите Места Еще Есть При помощи Шурф Щупа Я Прощупал То есть Еще Метр Можно За пределы Поковыряться Засыпка Приятная Керамика Встречается Советская Вот Так что Находки будут Сегодня Зачастую Только Советики В крайнем Случае Царизм Выпадет Вот Интересна Деревня Тем Что Улица Проходила Вот так Как вам Я всегда Говорил Первая Домовая Яма От Улицы Является Именно Домовой Ямой Но К сожалению Встречаются И Всякие Народные Такие Знаете Приметы Или что-то В этом Роде Здесь Первые Домовые Ямы Имеются Такие Типа Землянки Подземные Были Сарайчики Вот Выкапывали Яму И Настилали Заподлицо С Землей Крышу То есть Здесь В такой Деревне Впервые Такое Вижу И Здесь Везде Такое То есть Там Шурф Есть Яма Шурф Яма Шурф Яма Это Обычные Погреба Вот Дома Стояли Вот По такому Вот Порядковому Ряду Там Дальше Наверное Метрах Семьсот Были Зачетные Фунды Поднимали Серебряные Полтинники Вот Наверное Все таки Закладные Вот Так что Вот так В той области Было у нас Три полтинника Серебряных Два Из них Моих Так что Попробуем Сейчас Здесь Пошукать Пошукать Включимся С первой Находкой О Вон У нас Евгений Едет Вон Он Едет Женек Классно Сегодня Будем копать Четвером То есть Три Прибора Один Зритель Который Будет учиться И в три Раза Значит Находок У нас Будет И Думаю Будет Интересно Все Щупом Я прощупал Вот Между прочим Евгений Тоже Сделал Щуп Вот Ну Молодцы Ребята Молодцы Учатся Очень Очень Хорошо И Быстро Молодцы Ладно Начинаем Шурф Ребят Наконец У меня Первая Находка Среди Всех Остальных Пацанов Находка Вот Она Круглая Берем Нет Это У нас Пятак Год Сороковой В принципе Неплохой Такой Бодрый Сохранчик Зелень Вот Этот Уберется И Монета В принципе Добротная Неплохая Пятачок Соркового Ну В принципе Хорошая Находка Не особо Дорогая Но Приятная Все равно Приятная Пацаны Здесь Вот Ковыряются Виталий Женек Так что О Моя Заставка На видосе Классно Ребята Расширяюсь Немножко Вглубь И Вширь И Был сигнальчик Хороший Крупная Монета Вот Она Беру Это Снова Пятак Походу Нет Это Трешка Три Копейки Советские Сорок Шестой Походу Да Сорок Шестого Года Аська Рулит Да Ребята Аська Рулит Терка Терка Че-то Отстает Между Прочим Вот этот Барин Барин Он Не Копает Он Просто Прибором Тудым Судым Тудым Судым И Взял Поучиться Друга Товарища По работе Пошвыряться То есть Евгений Извините Меня За выражение Рабовладелец Нанял себе Человека Человек Копает Учится Да В рабство Грубо говоря Ну Это у нас Дед Дед В прямом смысле По армейски Дед Он Стоит Курит А все В округе Копают Так что Продолжаем Работать На этого Рабовладельца Привет Придай Все Идем дальше Аська Рулит Две находки Уже есть Итак Ребят Терка 705 Нолик Свой Обнулила Находкой То есть Вот такая Вот монета Медь И Судя по размеру Это Трешка 24 Года Вот К сожалению Только задняя часть Неплохо Проглядывается В остальном Ничего Не разобрать Виталий Пока В нулях Я еще Одну Копеечку Поднял С 40 Года Так что Шурф Немножко Дает Монет Хоть он И Был Как вы Видели Изначально Расковыренный Щуп Показал Что Здесь Вот Можно Все Копать И мы Продолжаем Копать И Находим Все Держи Ковыряем Дальше Итак Ребят Шурфец Я Свой Закончу Потому что Здесь У меня Все Пошла Целина Идет Фундаментный Камень У Женька С Евгением Виталия Там Еще Есть Холм Вот Этот Вот И Они Его Сейчас Добьют И Перейдем На другое Место Я Конечно Там Покопал Но Аська На Аську Фонят И Хочу Попробовать Как я Вначале Видел Сюжета Говорил Рядом Еще Один Фундамент Кем То Пробный И Сейчас В одну Лопату Попробую Там Разработать Если Находки Пойдут То Пацанов К себе Позову И Мы Будем Шурфить Так Что Вот Так Вот С Этого Места Я Поднял Три Монетки Объем Работы Сделал Всего Вот Вот Этот И Три Монеты Здесь Вот В Этой Траншайке У Меня Выпали Переходим И Так ребята Брошу я Это Дело Именно Этого Шурфа Потому Что Я Пробный Капок Сделал Здесь Лежит Закладной Камень Здесь Вот На этом Уровне И Самой Дымовой Ямы Нету На Штык Лопаты И Потом Пошел Маяк Смысла Здесь Шурфить Нет Все Находки Если Здесь Есть То Они Потеряшки Верховые Но Верховое Уже Давным Давно Здесь Собрали Перейдем Вон Туда Подальше Какая-то Там Машина Еще Едет Надеюсь Никам Рады Ладно Идем Дальше Каждый Разошелся По своим Углам Самое Перспективное Место Это У Виталия Вот Нашел Он Там Уже Несколько Монет Вот Советские Я Здесь Копеечку Поднял Ничего Интересного И Сейчас В Ту Трюндель Советский 53 Года Вот Такая Зачетная Монета Без Металлоискателя Желтенькая На черном Фоне Очень Хорошо Видна Была Иду Я К Евгению Навстречу В общем Почему Именно Навстречу Как вы Видите Вот Он Идет Сруб Первый Венец Я так Понимаю И вдоль Него Иду Всегда Рекомендую Ходить Если Нашли Венец Дома Продолжайте Копайте Вдоль Него Потому что Здесь Самое большое Количество Находок И они Не на Глубокой Глубине Находятся Чем Дальше От венца В центр Тем больше Приходится Копать А находок Будет Меньше Это На своем Опыте Я уже Имею Так что Могу С уверенностью Вам Рекомендовать А почему У Виталия Там Самое Зачетное Место Я ему Сразу Сказал Что Там Самое Цинусное Место Среди Нас Троих Тем Что Возможно Там Был Вход А все Находки В доме Большая Часть Находок Находится Именно На Входе Объяснять Почему Тем Что Когда Заходит В дом Если На улице Ненастья Дождь Снег Одежду Снимает Стряхивает И Из Кармана Все Вываливается Так что Вот так Вот Идем Продолжаем И так Продолжаем Здесь Ковыряться Шурфа Не очень И Хорошо Нам Дает Но Факт Что У нас Выпал Первый Царь Это Двушка Естественно И монета Выпала У Евгения Без Этого Никак У него Постоянно Что-нибудь Сразу Ценностную Выходит В первую Очередь Среди Всех Хопателей Вот Так что Чуть Позже Я покажу Хотя Сейчас Покажу Эту Царскую Монету Вот У меня Находка Советская Советская Двушка Я уже Год Разглядел Потер Это У нас Две Копейки Тридцать Восьмого Года Уже Более Менее Нормальный Год Пошел У меня В частности Вот А у Евгения Двушка Царская Так Где у нас Двушка Царская Ну-ка Показываем Между прочим Евгений Сделал Все По чесноку Копают Они Вдвоем Копал На этот Момент Дмитрий Выкопал Свою Первую Царскую Двушку 1914 Года Так Что Хозяин Одарил Своего Друга Товарища Теперь Он взял Лопату Теперь Он хочет Выкопать Царя Так Что Так Ладно Держите Мои поздравления С первым Царем Выкопанным Так Что Вот так Там Наш Коллега Виталий Мучается Че там Виталь Ноль Привет Передай Всем Может У тебя Уже А Девчонкам У нашей Викуси Смотрят Там Передавай Викуси Привет Ты же Любишь Ее Цветочки Привет Привет Это Как раз Виталий Колодежников Который Всех Девчонок Цветами Там Одаряет Цветами Поцелуйчиками Дон Джуан В общем Наш Дон Джуан Ну Все Вот Такой У меня Шурфец Пока Глубже Я не Углубляюсь Просто Расширяюсь Пытаюсь Поднять Верховые Находки Вот Так что Вот До туда Дойду Это угол Конец дома Там 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 Посмотрю Что И Потом Буду Углубляться Еще На Штык Лопаты Потому Что Сначала Нужно Собрать Все Верховое Так что Продолжаем Итак Ребят Диман У нас Еще раз Отличился Женек 27 Года Зачетная Находка Держи Первое Серебро Это Точно Да Все Дальше Идем Копаю Я Здесь Первое Штык Лопаты Выкидываю Евгений Стоит Там В носу Ковыряет В общем У него Такая Позиция За Всеми За Всеми Он Там Только Что У Димана Поднял Серебрушку И Кричит Саня Ни Кидай Не Засыпывает Смотрите С этой Стороны Он Увидел Монитос Царь Царь Ну Правда Затертый Три Копейки 1880 Какого Такой Вот У нас Царь Затертый Но Все равно Царская Медь Приятно Так что Надо сказать Евгению Пусть он Стоит Продолжает Там В своем Этом Ковырять Классно У него Получается Так Виталий Там Вообще Что-то Замерз Даже Фуфайку Одел У Димана Немного Получается Уже Знает С какого Амплитуды Нужно Прибор Держать И Ворочать Ладно Вот Такой Монитос Приятно Идем Дальше У Виталька Монетка Крупная Да 20 копеек 20 копеек Щитовик Надеюсь Не 34 Нет 32 И Я Буквально Только Что Поднял Такую Монету Тоже Делали Колечко То есть Одно Начал Делать Не понравилось Раздумал Жениться И Выбросил Потом Снова Надумал И Еще Одно Колечко Вот Тоже Такой Ж Две Попытки Было Пожениться Но Видно Передумал Передумал Какого 32 Да 32 Год Я Вообще Не Нервил Да Вы Пенсионеры Уже Не Видите Нихрена Диман Диман Да Ребят Представляете Я сегодня Копаюсь Пенсионерами Ну Да Я Считаю Если Люди Старше Меня Значит Пенсионеры Те Кто Младше Меня Молодежь Так Что Я Золотая Середина Вот Так Вот Коп С Пенсионерами Что Делать На Пенсии Вот Так Вот Ребята Если Силы Хватают Выходите Берете Жену Жене Лопату Самому Прибор И За ней Все Прозвоните Пенсионеры Вперед Вперед На Поиски Кладов Правительство Нас Омолодило Да Да Омолодило Правительство Можно Ем Уже Памятники Ставить Этому Путину Ну Ладно Не будем В политику Идем Дальше Очередной Мани Тос И Снег Пошел С первым Снегом У вас Ребята Господа Так что Идем Вот такая Двушечка Приятно Копаем Итак Ребят Ну у нас Пацаны Собрались Домой В общем Останусь Я один Еще покопаю Наверное С полчасика Посмотрим Там еще Местечко у меня Пошурфить Есть В принципе Находки Именно с того Угла У меня были Ну не знаю Еще полчасика И будем тоже Собираться Потому что уже темнеет Рановато Вот По находкам Три комрада С два прибора Работали В принципе Неплохо Сколько получилось у нас 18 монет Монеты Вот такого Вот у образца Вот этот ряд Довольно-таки Самый приятный Это трешка 24-го года Жалко Что он Возможно Погорелец Потому что Отваливается Слой Вот Трешечка 24-го Неплохая У них Единственный Царь Две копейки 1914-го Копеечка 24-го Года Вот И цинусная Находка Из всех Взятых Это серебрушка 27-го Года 15-ка Довольно-таки Приятная Монета Вот Серебро Чистится Очень-очень Хорошо По советам Как у нас получилось Вот так вот Что могу отметить Это у нас Пятачок Очень бодрый Такой Видок 55-й год Трешка Дефектованная Трешка 20-ка 37-го В принципе Хорошего Такого Бодрого Сохрана Потом 53-й Неплохой Видок И Двушки Советские И копеечки В принципе Получилось 18 монет На Двоих На два прибора На два прибора Копали Втроем Виталий Тоже Отдал Свои монетки Он Получает Удовольствие От копа Все мечтает Найти Очень Драгоценный Монитосик Но не получается Шутер-бутер Он отдает Зато Собирает Вон Ребят Вот это Вот это Он собирает Металлолом Сейчас мы взвесим Посмотрим На че он сегодня Хоть бензин-то отбил Наехал Накатал 120 рублей Так Ну 10 килограмм Почти 10 килограмм По 12 рублей Это получается Сколько? 110 110 рублей А израсходовал Бензина Сколько? Туда до дома 10 литров будет 10 литров 135 километров Туда и обратно Ну вот так вот 10 литров Израсходовал И это получается Сколько? Ну 400 рублей Да? Вот так вот А бензин отбил Всего-навсего 100 рублями То есть В накладе остался На 300 рублей Так что Вот так вот Люди едут Просто получить Удовольствие От копа Сейчас я их Сейчас я их выпущу И Продолжим копать Так что Смотрим до конца Возможно у меня Еще что-нибудь Цинусное Выскочит Чего? Бывайте Без рыбы Приезжаешь домой Вот В Мурманске Приезжал Без рыбы Очень часто Ни фига себе Ясно Человек у нас С Мурманска Мурманск Привет Ладно Идем дальше Ну все Пацаны Поехали Удачной вам Дороги Не встрять Не в грязь Вот Они На пару Поехали Все Дороги Я пробегал По этому шурфу Сопутка В принципе Имеется Но я не знаю Дом этот нет Но все находки Были вот здесь Вот Прям полная обилие Смотрите Здесь у нас Имеется камень Кирпич Вот И мое подозрение Что дом Все таки стоял Вот он И вот на этом Вот участке Были верховые Даже цари Сейчас я возьму Щуп И прощупаю Вот это вот место Ну в принципе И здесь тоже Может быть Действительно Это был дом Если что то Интересное будет Вы конечно же Сегодня Вместе со мной Узнаете Так что металлоискатель Берем Нет Сначала щуп И прощупаем Итак ребят Выцепил я сигнальчик И вот у нас сигнал Это у нас советская Двушечка Год Цирковой Бодрый Язв на ней нету Почиститься будет В очень хорошем Сохранчике Вот на этой вот Дорожки Я вот перед домом Решил заехать сюда Вот именно вот На этом вот Эпицентре Летом я поднял Очень большое количество Монет Были царские Советские Вот и решил Снова сюда зайти И это второй уже Монитос На этой дороге Копеечку я вам Не показывал Она грязная Что то непонятная Вот так что Посмотрим здесь Еще что нибудь Может быть И выскочит Как это Двушка А до этого Повторюсь копейка Ну нормально Пойдет Здесь вот Интересно то Что на этой дороге Стекло Керамика Всякая Возможно Здесь На этом месте На этом Дороге Был в свое время Дом Зашурфиться бы Здесь Не помешало Итак Ребят Мои сомнения Улетучились Тем что Здесь Был дом Смотрите Выпадают Кости И вот Очередная Монета Что за Монета Блин Я по ней Опять Немножко Шмаганул Три копейки Пятьдесят Второго Года Вот Такой Монитосик Сохран Хороший Хороший Сохранчик Приятно Так что Блин Зашурфиться бы Здесь Не мешало Потому что Находки Верховые Аська С своей Катушкой Цепляет Их А если Шурфануть То Ох Ох И даже Не знаю Что делать Прямо на дороге Что ли Шурфить Это не дело Ладно Пошибаем Верховое Еще Итак Ребят Копаюсь Я все таки На этой дорожке И вы знаете Все таки Я пацанам говорил Пацаны У меня сегодня Монеты есть У вас есть Но фишечки Изюминки Нет у меня Сегодня И вы знаете Выпало У меня серебро Не монета Нет А какая то Хреновина Декоративная Возможно Ну Все сейчас По порядку Там Есть проба Смотрим Расшвырял Вот такую Вот Лабуду Стекло Кости И вот Смотрите Не обратил Внимания Вот на Такую Вот Смотрите Как она Сигналит Сигналит Очень здорово Я думал Алюмишка Какая нибудь Или что то В этом роде Но потом Когда потер Пальцами И смотрите Имеется Проба Так Проба Вот она Две штуки Разобрать Не могу Что 84 Что ли В общем Какие то цифры Там Блин Расплывается Рассмотреть нельзя Ну Факт В том Что Она Такая Весомая Такая Тяжеленькая Вот Это не какой-нибудь Мельхиор Или что то В этом роде Не алюминий А серебро Офигеть Вот это Да Вот это Фортануло Не зря Я так глубоко Копал Серебро Ребята После дождя А у нас Вчера Позавчера Был дождь И сигналы Здесь прям Блин Зашкаливают Уже поднял Несколько монет Между прочим Здесь я ходил В свое время Летом Но сухая погода Была Сейчас я здесь Вот Сигналы Там сигнал Там 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 Поднял Уже Сколько Четыре монеты И вот Такая Вот Ах 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 Серебро Сейчас я ее Немножко Не в эфире Сравно Помочу Посмотрю Разгляжу Что у нас Что у нас За клеймо Офигеть Вот это Да Такая весомая Знаете Блин Как Я не знаю Здоровая Печатка Которая Сейчас носит Такая Тяжелая Массивная Классно 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 Продолжаем Время Еще Есть Вот Так что Погода Просто Шепчет У меня Еще Как минимум Полчаса Час Имеется Пока Не стемнеет Так что Класс Класс Серебро Есть Идем Дальше Ребят Я все Никак Не успокоюсь Разглядел Я цифру 84 Проба Сейчас Сейчас Вот Видите 84 Проба Это Походу Серебро Столовое Потому что 86 Проба Шла А это 84 Классно Идем Шукаем Смотрим Вот такую Вот еще Хреновину Откопал Я не знаю Это створка Походу Отворот А может Рессора Не знаю Я ее Конечно Как метлолом Заберу Щупом Вот щуп стоит Я пытался Повтыкать Вон там В принципе Уходит на полметра Здесь Нифига Возможно Просто со временем Все так утрамбовалось Вот И щуп не лезет Всего на всего На 30-40 сантиметров И все На этом Но все равно Здесь Все таки Дом был Он видите Там Какая то Домовая яма Или что то В этом роде Вот Но Я там тоже Потыкал Ничего серьезного Камень Щуп Не втыкается То есть Кирпича Там нет Ничего Нет И я даже Там пробные Капки Не делаю Идем дальше Здесь Вот сейчас Все таки Побьем Еще немного Вот такая Ребята У нас Серебрушка Выпала На копе Я ее Помыл Водичкой При помощи Щетки С мылом 84 Проба И в процессе Я вам сейчас Буду Рассказывать Что это За серебро Но изначально Давайте я ее Взвешу Что у нас Покажут Весы Потому что Она очень Тяжелая И сейчас Я вам продемонстрирую Сколько она весит Как вы видите 17 грамм Серебра Я выкопал Из земли Приятная находка Приятные цифры Так что Вот такая Чудесная Вещица В антикварных Магазинах Нередко Встречается 84 Проба Серебра Из нее Делали Старинные Столовые Предметы Подстаканники Подсигары В современных Местах Продажи Клемма С такими числовыми Значениями Не существует На всех Украшениях И предметах Стоят Трехзначные Числа Дело в том Что 84 Проба Относится К золотниковыми Системе Которая Была Популярна В 18 19 Веке С 1927 Года Ее Заменили Метрической Системой Применяемой До сих пор Золотниковая Система Проб Построена На Принятой В Дереволюционной России Мера Веса Золотники Таким Образом 84 Проба Дает Понять Что В сплаве 84 Доли Серебра И 12 Меди Чем больше Примесей В серебря Тем Быстрее Будет Серебро Темнеть В данном Случае Наше Серебро Выкопанное Из земли Очень Хорошо Блестело Это означает Что Серебро Очень Хорошего Качества И Примесей Поднос Такая Лежит Пожалуйста Сигнал Думаю Дай Проверю И Вот Проверил Пятачок Советский Год 46 Вот Такой Вот Пятачила Классно 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 Сохранчик В принципе Бодренький Смотрите Они чистенькие Небольшой Нарост На них Зеленоватый Но Ничего Пойдет Идем Продолжаем И так Еще Одна Монета И Это У нас Советик Вот Он Какой Красивый Что Это Смотрим Да Ну Че Ты Блин 15 Копеек 61 Года Блин Как он Тут Затерялся Непонятно Хотя Деревня До 70 Года Здесь Просуществовала Ладно Идем Здесь Вот Правда Еще Сигналит Сейчас Посмотрим Что там Иду Ребят По дороге Вот До Суда Разворачиваюсь И И Уже Иду Вот Так Проходил Я Здесь Вот Сигнал Был Здесь Монета 61 Года И Вот Здесь Сигнал Был Вот На Монета Где Она Так 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 Что Потерял Черт Возьми Вы Видите Я Не Вижу А Вот На Монетка Смотрим Что за Монета Это У нас На Этот Раз 46 Год 10 Копеек Рамочник Вот Такая Вот Монета Слушайте Меня Внимательно И Запоминайте Как я Хожу И На Этой Дорожке Я Уже Хрен Знает Сколько Монет Поднял Очень Много Вот Другой Бо Бросил Бо Это Место Но Нет Нужно Слушать Моя Рекомендация Как я Вам Говорю Так Прошел Так Прошел Так Прошел По Диагонали Прошел И На Ходки Все Лезут И Лезут Но Повторюсь Туда Пройдешь Одна Монета Обратно По этой же Поменял Своё Направление И Пошли Снова Находки Так Что Вот Так Вот Итак Ребят Место Не хочет Мне Отпускать Но Ехать Надо Хочу Вам Отчитаться Вот Такие Вот Здесь Были Находки Очень Глубоко Кастрюли Чигунки Это От Задвижки Я так Понимаю Вот Такая Хреновина Непонятная Вот И Здесь Вот У меня Просто Ностальгия Смотрите Здесь Надпись Ностальгия Металлической Посуды Наверное Завод Куйбышев Вот Такая Вот Лабуда Решил Вам Показать Просто По Своему Прошлому Городу Куйбышев Забыли Мы Про Него Уже Вот Так Ладно Сейчас До машины Идти Недалеко Чаек На дорожку Хлебну Отчитаюсь Перед вами Что у меня Сегодня Получилось И домой Итак Ребята На этом Я все таки Буду Закругляться Заканчивать Это место Меня вообще Не хочет Отпускать Монетки Прям Шли 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 И Прям Просто Шикарно Сегодня Мы Копали Со Своими Подписчиками На Стриме Мы Пообщались Решили Выехать